В последнее время мы часто слышим про некий средний класс. Политики утверждают, что в России заметно увеличивается процент людей, которых можно отнести к этому самому среднему классу. И что для страны это, несомненно, показатель развития. Раз уж мы в нашей программе подробно изучаем нашего среднестатистического рассказывца, так давайте попытаемся определить, средний класс – это про нас? Еще в стародавние времена Аристотель заметил, что в любом государстве существует три класса. Один богат, другой беден. И третий – он наилучший. Хотелось бы поподробнее, что понимается под словом «наилучший». Под средним классом подразумевается социальная группа людей, которые имеют устойчивые доходы, достаточные для удовлетворения широкого круга материальных и социальных потребностей. К среднему классу, как правило, относят людей, которые имеют высокий уровень образования и благодаря своим профессиональным качествам, своей высокой квалификации, смогли адаптироваться к условиям современной рыночной экономики и обеспечить своим семьям адекватные времени, уровень потребления и образ жизни. Вообще-то, можно сказать проще – это люди, которые имеют хорошую работу и хорошую зарплату. «Считаете ли вы себя средним классом?» – спросили мы напрямую у рассказывцев в интернете. И получили такие же прямые ответы. Да, большинство ответивших считают себя средним классом – 29%. 23% – по потребностям, да, по возможностям, нет. 22% нечетко понимают, кто такой средний класс. И 20% не могут отнести себя к этому классу. Авторы других ответов считают, что средний класс – это когда на море съездил. Кто-то называет средний класс буржуазией. Некоторых людей нашего города по интеллекту легко отнести к среднему классу, но по доходам нет. Я – просто я. Не знаю, я думаю, люди должны себя считать не лучше других. Ну а теперь переходим к практическому заданию. Тянем билетики, отвечаем на вопросики и сдаем вступительный экзамен в ряды этого самого наилучшего, по мнению Аристотеля, среднего класса. Признаюсь, когда я в одиночку сдавала этот экзамен, с треском его провалила. Посмотрим, что у нас получится сообща. Ну, если все готовы, то поведайте нам, пожалуйста, что изображено на фото. Ролл Калифорния, ролл Филадельфия, ролл с огурцом – я такое не ем. Что это? Калифорния, наверное. Филадельфия. Нет, наверное, Филадельфия. Что это? Для чего это? Порошок для отбеливания зубов. Соль для посудомоечной машины. Порошок для чистки столового серебра. Средство для смягчения воды в стиральной машине. Средство для чистки ванн с гидромассажем. Ну, давай для посудомоечной машины посуду. Фрагмент чего изображен на картинке. Шенгенская виза, американская виза, израильская виза, загранпаспорт нового образца, электронный билет. Что-то непонятно. Это точно не паспорт. Это электронный билет. Что от вас требуется? Указать направление движения. Указать место первоначального удара. Отметить, каким из транспортных средств вы имеете право управлять. Отметить, каким транспортным средством вы управляли в момент ДТП. Указать транспортное средство, которое имеет приоритет. Стрелка, наверное, место удара. Что изображено на фото? Дырокол, антидырокол, степлер, антистеплер. Скрепки, степлеры. Вытаскивать или... Антистеплер. Что это? Духи, туалетная вода, вода, водка, саке. Духи, наверное. Узнайте фрукт. Кивану, личи, петахая, тамарила, маракуйя. Язык сломаешь, надеюсь, это вкусно. Касается растений, рассады, цветов. Тут, пожалуйста, я могу проконсультировать фрукты. Я вижу впервые, но думаю, что это петахая, вот и все. И последнее. Что дешевле в базовой комплектации? Верхний автомобиль, нижний автомобиль, не знаю. Верхний автомобиль, нижний или вы не знаете? Нижний. Нижний дешевле? Да. Спасибо. Я не знаю. Всем спасибо, молодцы. А теперь работа над ошибками. Все-таки это был ролл Калифорния, а не Тиладельфия. Это фрагмент не электронного билета, а шенгенской визы. А это, как ни странно, не духи, а просто вода. Все остальные ответы были абсолютно правильными. Для чего это? Ну, давай для посуды мочной машины посмотрим. Что от вас требуется? Стрелка, наверное, места удара. Что изображено на фото? Антистепли. Вот, правильно. Узнайте фрукт. Ну, думаю, что это петахая, вот и все. И что дешевле в базовой комплектации? Нижний. Нижний дешевле. Счет 5-3 в нашу пользу. Таким образом, среднестатистического рассказывца можно записать в представителя среднего класса. Правда, злые языки будут рассказывать про вас анекдоты, но вам вовсе не стоит переживать по этому поводу. В России принадлежность к среднему классу означает, что вы живете лучше абсолютного большинства своих сограждан. На нашем сайте в интернете мы продолжаем проводить опросы на самые разные житейские, порой неожиданные темы. И приглашаем всех присоединиться. Ждем вас. До встречи и удачи.